Это спортивный интерес, и мы продолжаем. Она гимнастка, ей 15. Не рановато ли для сборной страны? Ангелина Мельникова, вундеркинд из Воронежа, тинейджер, дерзко обходит своих более старших товарищей на чемпионате России в вольных упражнениях, в упражнениях на бревне и в многоборье. А ведь еще совсем недавно она сама, затаив дыхание, следила за работой на снарядах признанных лидеров Алии Мустафиной и Виктории Комовой. А теперь перед Ангелиной загорается зеленый свет на июньский чемпионат Европы в Швейцарии. И где-то там, на горизонте, мелькают очертания Олимпийского гимнастического центра в Рио-де-Жанейро. О новой надежде российской спортивной гимнастике, будто перчевой девочке Екатерина Ведьмедь. Ей только 15, а она уже почти одним гимнастическим махом завоевала все золотые медали страны. И девочка, которая вот так очень по-хорошему ворвалась в сборную, стала абсолютной чемпионкой страны. Мустафина, Афанасьева, Пасека, Спиридонова. Фамилии для гимнастики золотые и серебряные. Они должны поехать в Рио. У Афанасьевой третья Олимпиада, у Мустафиной вторая. Окончательный состав в июне после чемпионата Европы. Но уже понятно, в Бразилию отправится звездный десант. И новенькая. Ну и пятый номер это Ангелина. Хотя она, конечно, в команду идет уже не как пятый номер, а как одна из лидеров. Именно из лидеров многоборья. Ладно, ладно, неплохо. Но что-то не так в этом звездном списке. Депутантка Мельникова есть, а прославленной Викторией Комовой пока не видно. Заговорили, проснули старые травмы. Вика упала, но не на мат, на больничную койку. Насчет Комовой я вам хочу сказать, что буквально вчера позвонил ее тренер, сказал, что ее опять положили уже в Воронеже на обследование. И вопрос участия ее в чемпионате Европы закрыт. А к Олимпиаде все-таки она будет готовиться. Все будет зависеть от того, какой диагноз ей поставит доктора. Неужели Ангелина Мельникова в звездном списке только землячку Комову заменяет? Еще несколько лет назад в Воронежской школе смотрела на ее сальто снизу вверх. Я смотрела на нее просто. Она была в черных перчатках, крутилась, кажется, на кольце. И я просто смотрела на нее вот так. Боялась очень сказать ей привет. Ангелина гибкая, но не сгибаемая. Не вместо кого-то, а на своем месте уверена в сборной. Ведь на чемпионате Россия обошла саму Алию Мустафину. Правда, прославленная гимнастка пропустила почти год. Это все отголоски травмы 2011-го. Она вспоминает о ней до сих пор. Я понимаю, что сколько народу на меня смотрит по телевизору. И вот у меня вот так вот получилось. Меня уносят по мосту на руках, отвозят в больницу. Разрыв крестообразных связок. После такого редко возвращаются. А она выигрывает золото на Олимпиаде в Лондоне уже через год. Но травма беспокоит и сейчас. А Дарью-то всего 4 месяца. И может так случиться, что теперь Ангелина Мельникова главная, хоть и маленькая, надежда страны. Очень хочу, чтобы она понимала, что она полноценный и очень серьезный соперник всем девочкам в команде. И не надо бояться, что у девочек хорошо все получается. Потому что старушки должны тоже понимать, что там за спиной уже наступают на пятки. Она-то знает, свою первую международную медаль тоже выиграла в 15. Но не рано ли на Олимпиаду в таком возрасте? Надо ехать и драться. Глядя на нее, на чемпионате России, я увидела такие мелочи, очень важные, которые может увидеть профессионал. Она на вольных упражнениях борется за приземление. То есть она борется за каждую тысячную десятую. У нее сильные впечатления были, когда она съездила на турнир с Светланой Хоркиной. Она как бы видела по телевизору ее, но когда она познакомилась, и она приехала оттуда, у нее было очень много впечатлений. Мама со Светой Хоркиной фотографировалась. Теперь в Воронеже и фотографии Ангелины на почетном месте. Школа ждет. Сначала сдавать экзамен за 9 класс, летом с олимпийской медалью. Я принимала спортивный класс, у меня много деток были, которые занимались. Ну, вот только у нее вот такие успехи. Первые не юниорские соревнования Ангелины Мельниковой всего месяц назад в немецком Штутгарте. На гимнастическом бревне она как на коне ворвалась на взрослый помост. Сразу медаль, а дальше чемпионат России, борьба с титулованными россиянками. Ангелина в составе сборной. И кажется, на горизонте Олимпиада. Летняя, а как снег на голову. Тяжеловато. Иногда тяжеловато. Ну, все-таки выступаешь со взрослыми, они более опытные. А ты такая маленькая ходишь, боишься чего-то постоянно. И правда, очень маленькая и скромная девочка с голубыми глазами. Ну, она такая миленькая девочка, мальчик какой-нибудь. Но подунешь, даже не шелохнется. На озере Круглое готовится к взрослому чемпионату Европы. Не петля корбут, конечно, да и ни к чему запрещенные приемы. Только классика. Сейчас у нее самый сильный снаряд, и то, что она показала, сейчас это бревно. Бревно – это наш бич. Сейчас она поедет на чемпионат Европы уже за взрослую команду. И думаю, там уже появится для многих какая-то сенсация. Потому что в России появилась такая гимнастка. Когда ей было восемь, тренеры говорили – все уже в ее руках. Говорили, что она у вас очень сильный ребенок. У нее очень сильно развиты руки. То есть она на руках по канату поднималась. Ноги у нее были как бы разные. И она могла легко это сделать. Она была взрывная. Как называют в гимнастике? Это взрывная сила такая, которая необходима при современной гимнастике. Можно быть, конечно, очень красивой, но не выполнять какие-то сложные трюки. Но спешить все равно не стоит. Хоть и Олимпиада на носу, стать звездой, говорит тренер, как Мустафина или Комова. Ангелина всегда успеет. Взлетела хорошо. Но в гимнастике главное – правильно приземлиться. Екатерина Ведмець, Александр Белоусов, Сергей Сорокин, Иван Статенин и Юлия Малашина. Матч ТВ. Ангелина Мельникова. Имя, которое стоит запомнить. Это был «Спортивный интерес». Мы встретимся с вами здесь.